Ассаламу алейкум Теперь, уважаемый шеф-повар, ответьте, что будем готовить? Манты с мясом и стыквой Итак, готовить мы будем древнее, всеми любимое и очень вкусное блюдо манты Прежде всего нужна пароварка Вот этот вот агрегат, который есть здесь, в узбекском ресторане «Эмир», который совсем недавно открылся на Абалонских липках Но мы потом объясним, чем можно пароварку заменить А пока давайте перечислим необходимые ингредиенты, хотя, в общем-то, все они узнаваемы Для теста Для теста нужно взять муку, яйцо куриное, вода и соль Мы предлагаем вам приготовить манты с начинками двух видов По сезону с тыквой и классические с мясом Что нужно купить? Для начинки нужно у нас лук репчатый, тыква Сладкая Сладкая, да, обязательно Масло сливочное, зира, это приправа узбекская Тмин Тмин по-украински, да И говядина, и курдышный жир И курдючный жир, я надеюсь, он продается Обязательно, во всех рынках Украины Да, продается курдючный жир Ну что ж, мы готовы приступать Начнем, конечно же, с теста Берем одну яйцо Одно яйцо Одно яйцо 400 грамм муки На 10 порций манты То есть здесь, вот 400 граммов муки нужно для приготовления 40 штук 40 штук манты Понятно Ну вот 40 штук и слепим Давайте 300 грамм водички нужно для 400 грамм 300 грамм воды Да Так Мы добавляем 3 грамма соли По-моему, тут больше, чем 3 грамма, нет? Ну, сейчас попробуем И вот так вот руками нужно соль растворить Обязательно Хорошо соленый раствор Соленая вода Видите, он даже мутный такой, белый Она не дает расплавиться тестом Когда варится манты Да, чтобы манты не разварились Не получились там какие-то дырочки, отверстия Не вытек сок от начинки Понятно Теперь добавляем сюда раствор соленый И начинаем потихонечку мести тестом Вот, у нас почти тесто готово Мы сейчас его должны накрыть Пленочкой Да, пленочкой накрыть Ну, брат, чтобы минут 30 она простояла Где? Прямо в кухне или в холодильнике? Нет, прямо на кухне Она должна быть в теплом месте Чтобы она поднимала 30 минут тесто должно постоять в теплом месте Итак, тесто, накрытое пленкой Стоит 30 минут прямо здесь, в кухне А в это время мы подготавливаем начинки Значит, сейчас осень, сезон тыквы И, естественно, такой полезный и ценный продукт Никак нельзя выпустить из внимания Да, да, да Что делаем с тыквой? Сейчас начинаем готовить начинку из тыквы И его пропускаем через терочку Вот такую, обыкновенную, известную всем Желательно, чтобы она покрупнее была Если мелкая, она может развариться, как пюре Потечет Да, желательно, чтобы она покрупнее Начинаем резать Ой, вот это вот самый интересный момент Я... Надир, я думаю, что мы не советуем зрителям Вот делать так, как вы Можно руки порезать Естественно, конечно Для этого нужно... Было с детства Да С детства вот так вот учиться резать, как вы Нас учили в то время резать только руками Потому что... То есть без досочки Без досочки На весу Узбеки режут на весу Все Лук, помидоры Вот этот знаменитый салат Ачук-чук Да Который к плову подается Это вот так же вот на весу нарезанные помидоры Вкус совершенно... Другой Другой А сверху на тыкву нужно добавить охлажденное сливочное масло Порезанное мелкими кубиками Теперь добавляем сюда зыр и соль чуть-чуть Еще раз уточняю, что зира это тмин, который продается на любом рынке Да Все, одна начинка готова Да Теперь мы должны его перемешать Тыквенную начинку убрали в холодильник Тесто выстаивается, как мы договорили, 30 минут в кухне И у нас еще есть время приготовить начинку мясную Для этого берем какую часть говядины? Говядина задняя часть Обязательно Задняя часть, зачищенная от пленок От жира От жира И курдючный жир Курдючный жир это бараний жир Бараний жир, да Так Теперь берем мясо Опять ручная работа? Опять ручная работа Вырезаем тонкими пластиками Теперь вырезаем вдоль тонкими Получается у нас маленькие кубочки Надо резать обязательно Чем меньше, тем лучше Она быстрее Но ни в коем случае мы не рекомендуем пропускать мясо через мясорубку Теперь точно так же курдючный жир нарезаем, как мясо Тонкими кубиками А я все-таки его понюхаю? Понюхаю, да Но он вообще не пахнет вот бараниной Почему нет запаха специфического? Я скажу Здесь Это же не из Узбекистана баранин Это местное украинское Да, украинское Есть люди, которые Эту мясо, которое мы получаем Режут так, как мы нарезаем в Узбекистане То есть по нашим обычаям Вы имеете ввиду сам баран Когда его режут? Режут, да Там есть правило Обязательно Там есть специальная молитва Молитва? Молитва мусульманская Мусульманская Да Когда нарезают, это надо выговорить Чтобы мясо получилось у нас, как бы сказать, вкусное И без запаха Чистее и хорал И без запаха Без запаха, да Так, что мы добавляем? Теперь добавляем лук Опять же вот такая ручная работа на весу? Да, опять ручная Ну я, конечно, буду на доске резать, чтобы вам легче было Теперь сюда добавляем зру, приправу Только участвуют в нашем блюде, которое мы готовим Манты с тыквой и с мясом Из приправ только админ и только соль Никакого перца, никаких там листьев Никаких Тут только это блюдо так простенькое Мясо, лук, приправа и соль Очень простенько Очень простенько Но если начать готовить, так вот дня два, наверное, зайдет Теперь берем в руки скалку или по-узбекски уклах Да А почему она такая здоровая? Можно же покороче взять? Нет, покороче нельзя, потому что сейчас будем тесто раскатывать А вы ее привезли с собой из Узбекистана? Да, да, мы с собой привезли Мы будем катать тесто, она почти что по размеру этой палки Ого Ну давайте показывайте, а мы потом как-то решим со зрителями, чем они будут раскатывать Да, тесто у нас простоя Оно стало эластичное, гладкое А давайте вы еще раз покажете, почему вы вот это вот так вот делаете Вот так, пополам, потом в четверо Чтобы она равномерно была толщина Что я пока не понимаю, как она будет Да Сейчас я Вот так вот в четверо сложили Да, сложил я Опять раскрыли Да, опять раскрыли Вот получилась она как бы, скажем, большая лепешка, да? Да Теперь одеваем скалку сюда Скалочку И заворачиваем И начинаем катать Только не надо его сильно давить Просто надо тихонечко Как бы растягиваясь сюда в стороны, да? Да, да Вот так раскатываем И вот это вот последний раз вы раскатали? А всего сколько раз я уже? Я 6 раз Три раза в одну сторону, три раза в другую сторону А что значит в одну? Вот туда и оттуда? Да Угу Вот, я сейчас выгарю, чтобы... Вот так вот То есть получились ленты вот такие? Ленты, да Вот такие ленточки Знаете, Надир, не могу не обратить внимание зрителей на чистоту вашей кухни Вообще я снимала во многих кухнях мира Но узбекская кухня удивительна именно своей опрятностью и аккуратностью Посмотрите, какой чистейшей влажной тканью Надир надкрыл, причем бережно накрыл вот эти вот кусочки теста, чтобы они не обветрились Берем пароварку Если у кого-то нет пароварки, ее нужно купить Покупаем, да А это из Узбекистана Да, я специально привез его Смазываем его растительным обыкновением, растительным маслом, чтобы манты потом не прилипали Теперь начинаем лепить манты А, как вы ловко рукой прижимаете к краю тарелки Ставим вот так Собираем Ого, сколько мяса Вот так Вот так И потом обратную сторону собираем Так просто? Да Теперь соединяем угли Вот почему сок не вытекает И вот так Я прошу показать крупно, чтобы вот какой красивый получился Вот так Ну и точно так же, естественно, манты делаются стыком Тыквенные и мясные манты готовятся по-разному Тыквенные 30 минут на пару А мясные 45 Удачи и приятного аппетита вам всем Редактор субтитров А.Семкин